Добрый день дорогие друзья с вами Саймон Брагинский на канале Smart Investing Academy и сегодняшнее видео я хочу посвятить инвесторам делающим свои первые шаги на рынке первые шаги на самом деле они являются самыми важными поскольку как ты начнешь как знаете говорят как ты назовешь корабль так он и поплывет те шаги которые вы сделаете они в дальнейшем определят направление вашего движения из поможет вам добиться успеха конечно если вы сделаете эти шаги правильными значит а в последнее время очень много появилось скажем так если можно это назвать финансовыми инструментами много направлений которые уводят вас от правильного пути скажем появилась торговля на форексе она появилась достаточно давно но как я уже неоднократно говорил это торговля которая ведет в тупик это торговля на которой вы теряете деньги это все равно что играть в однорукого бандита вы можете дергать за эту ручку бесконечно вы можете слышать о том что какой-то сосед дядя Ваня выиграл в этого однорукого бандита там тысячу долларов пять лет тому назад и все в это верят и все верят что они когда-то тоже выиграет эти деньги могу вам сказать что если вы будете покупать в америке лотерейные билеты есть так называемый instant lottery где вы покупаете билет стираете там пять цифр и тут же если выпадают то выигрышная комбинация получаете деньги прямо не отходя от кассы я думаю играть в эту лотерею гораздо более актуально и выиграть там более вероятно чем играть на форексе я даже говорю не инвестировать форекс а играть на форекс это все равно что как зайца научить играть на барабане так и трейдера можно научить торговать на форексе следующее направление которое не так давно появилась уже испытывает свой закат это торговля а криптовалютами а именно биткоином и терриумом лайткоином мы видим что все эти криптовалюты практически находятся на своих годовых минимумах и хайп который был раздут вокруг этого направления он был ничем иным как способом завлечения доверчивых инвесторов обучая всякие обучающие программы а всякие выдуманные а айси о которые были выдуманы всякие коины которые ничем не были обеспечены и а сессии сказал что если в дальнейшем кто-то будет пытаться выпускать айси о под видом какого-то липового продукта то пускай регистрируется как айпи о как они шел паблик оффер для акции то есть там уже достаточно сложная процедура и выйти какому-то и все не дадут поэтому всякая активность по выпуску айси о ближайшее время прекратится поэтому вот я исключил уже для начала несколько таких а тупиковых направлений которые ведут в никуда и которые ведут ни к чему как кроме как потери денег значит то другое направление которое скажем так самое наверное понятное и самое простое для начинающего инвестора для простого обывателя это положить деньги в банк положить деньги в банк с хорошей репутацией на самом деле не представляет никакого риска но в зависимости от того насколько банка хорошая репутация снижается процент который этот банк выплачивает по вашему депозиту допустим когда вот я только приехал в америку вот на тот момент процентная ставка была достаточно высокая и банки платили по допустим годовому депозиту так называемому сиди они платили 7 процентов получить 7 процентов безрисково по вашему вкладу это была неплохая пропозиция если вы ничего не знали об акциях не знали о государственных бондах или муниципальных и не знали о других финансовых инструментах значит со временем конечно процентная ставка все шла одна на понижение на снижение тенденция была к снижению на протяжении всех этих лет и сейчас у нас банки платят полтора максимум 2 процента а то и меньше платят поэтому банки для нас не интересны поскольку инфляция опережает тот процент который нам выплачивают банки значит а скажем прийти в фондовый рынок то что я позиционирую инвестиции в акции это достаточно сложное направление нужно пройти обучение нужно понять почему акции движутся в какие компании инвестировать нужно открыть брокерский счет и это немалая сумма денег поэтому я разделяю инвесторов на две категории инвесторы у которых есть 10000 плюс это люди которые могут пройти обучение допустим мое которое стоит 2000 долларов и которая дает им возможность скажем получить правильное финансовое образование в дальнейшем прибыльно инвестировать и инвесторы у которых нет 10000 инвесторы допустим у которых есть 5000 и которые за них очень переживают допустим пройти обучение за 2000 3000 положить в акции но ожидать какого-то сверхприбыльного возврата на 3000 это будет неправильным поскольку те времена когда вы инвестируете тысячи получаете тысячи обратно но они прошли и вот в эти сказки верят наверное только инвесторы в биткоины инвесторы форекс игроки на изменяюсь игроки форекс поэтому на самом деле вы должны в первую очередь быть реалистично приходя в этот рынок поскольку инвестируя тысячу долларов вы ничем не отличается от того инвестора который инвестирует 100000 долларов если тот инвестор получает допустим 7 процентов или 10 процентов годовых то вы тоже получите не более того просто вы получите от меньшего тела то есть от меньшего депозита поэтому нужно понимать что чудес на свете не бывает и если у вас есть ограниченная сумма денег то вы заработаете с нее не так много но поверьте мне лучше с 1000 долларов заработать допустим если мы берем 10 процентов заработать 100 долларов чем всю эту тысячу отдать какому-то дяде брокеру который заберет если вы будете торговать контрактами на разницу или какими-то еще синтетическими быстро движущимися инструментами как инструментами которых лишь объединяет одно их объединяет одно что они предназначены для того чтобы забрать ваши деньги чтобы экспроприировать ваши деньги поэтому я пытаюсь научить людей приходящих в этот бизнес приходящих в рынок как не потерять свои деньги как них и как в этом рынке заработать поэтому как я уже сказал в зависимости от того какой суммы мы раз по вы располагаете у вас должен быть определенный подход к этому поэтому получить на самом деле правильное образование никогда не поздно и то есть и никогда не рано поскольку если вы получите правильное финансовое образование в дальнейшем ваша финансовая ситуация может измениться и вы сможете инвестировать нормальную сумму денег в рынок и соответственно зарабатывать приличные деньги значит давайте поговорим о реальных финансовых инструментов которые инструменты которые существуют и которые не грозят вам теми рисками и теми потерями которыми чреваты инвестиции в контракты на разницу а в биткоины и в различные криптовалюты в различные глупые идеи давайте поговорим о реальных финансовых инструментов наиболее таким как я уже сказал примитивным и простым финансовым свет является банковский депозит вторым а инструментом который на самом деле предназначен для богатых инвесторов поскольку когда вы хотите инвестировать государственные муниципальные бонды нужна достаточно большая сумма денег но это инвестиции которые на сто процентов гарантированы государством а также как и вклады в банк гарантированы государством на суп депозиты на сумму до 250 тысяч долларов полностью защищены государством поэтому если когда-то банк объявит банкротство то соответственно вы получите компенсацию причем достаточно короткий срок от государства значит государственные же облигации они гарантируют вам возврат ваших денег гарантированы не той возможности которую государство забирает собирает налогию народу это та гарантия под которую государство продает вам эти облигации на сегодняшний момент государственные облигации платят вам в районе трех процентов это не так много но это больше чем в банке и государственные облигации еще имеют одно преимущество что тот доход, который вы от них получаете, он не облагается налогом. Чуть больше интерес, чем государственные облигации, процент, я часто говорю американское слово интерес, процент я не употребляю, чуть больше интерес платят о муниципальные облигации. Муниципальные облигации обычно выпускаются штатами внутри Америки, которые, например, выпускают облигации под строительство моста, под строительство туннеля, под строительство какого-то крупного объекта, и, соответственно, гарантируются эти облигации способностью штата собрать деньги от эксплуатации этого объекта. Значит, поэтому они платят чуть больший процент, поскольку они не гарантируют так, как государство, поэтому риски чуть выше, поэтому они платят чуть больший процент. И, соответственно, если у нас государственные облигации освобождены от федерального налога, то муниципальные облигации освобождены от штатного налога. Значит, помимо этого, у нас еще есть корпоративные облигации, облигации компаний, облигации компаний частных, которые выпускают корпоративные облигации, которые в зависимости от своего рейтинга, который варьирует от ААА, это самый высокий рейтинг, до, например, СЦ, которые называются мусорными облигациями, в зависимости от статуса своего, они платят более высокий или более низкий процент. Например, мусорные облигации, они платят высокий процент, но, как бы, есть высокая вероятность того, что компания, под которую эти облигации были выпущены, объявят банкротство. Обычно компании с высокими долгами, и у них нет возможности выпустить долги, продать какие-то долги, если они это не сделают под очень высокий процент. Поэтому стабильные такие компании, как Coca-Cola, Pepsi-Cola, IBM и другие, они выпускают корпоративные облигации под более низкий процент, поскольку эти компании всем известны, они всем знакомы, и, соответственно, эти компании стабильно выплачивают тот процент, который обозначен при выпуске корпоративных долгов. Ну и, соответственно, дальнейшее, если мы двигаемся от простого к сложному, следующая инвестиция – это mutual фонды. Значит, что такое mutual или паевые фонды? Когда у нас в Америке очень много компаний, которые выпускают mutual фонды, это и Fidelity, это там и Putnam, и какие-то там, скажем, ну, достаточно очень много компаний, которые выпускают, я назвал наиболее такие громкие из них, Vanguard, например, Charles Schwab выпускает mutual фонды. Что такое mutual фонд? Mutual фонд, по большому счету, это когда вы доверяете свои деньги, вы покупаете пай в этом фонде, например, вы покупаете единицу этого фонда. Фонд же этот инвестирует в зависимости от прописанных своих правил, он вам говорит, куда он инвестирует. Либо этот фонд инвестирует в крупные компании, либо он инвестирует, например, в какой-то конкретный сектор, в технологические компании, либо финансовые компании и так далее. То есть фонд определяет сам, куда он эти деньги инвестирует, и вы в зависимости от того, куда вы хотите, чтобы ваши деньги были инвестированы, выбираете в соответствии с этим фонд. Вы смотрите за перформансом этим фондом, за тем, что этот фонд, какую динамику он показывает за последние годы, и, соответственно, пытаетесь выбрать тот фонд, который дает наибольший возврат на ваш капитал в течение какого-то периода времени. И, соответственно, в соответствии с этим вы выбираете какой-то фонд. И я вам скажу, что инвестируя в Mutual Fund, вы тем самым доверяете свои деньги профессионалам. Это компании, которые содержат на своем пейроле огромное количество специалистов, то и аналитики, и там статистики, и математики, которым платятся большие зарплаты. То есть фонд по большому счету делает свою работу, инвестирует ваши деньги в правильные акции и гарантирует вам процент. То есть Mutual Fund дает вам какой-то процент. Этот процент зависит от того, что этот фонд покажет. То есть что этот фонд покажет, например, за год, соответственно, тот процент вы и получаете. Значит, в среднем, как я неоднократно говорил, если бы вы инвестировали в S&P 500, то есть, скажем, самый репрезентативный американский индекс, то за последние 20-30 лет он давал примерно 8% годовых. То есть если бы вы реинвестировали заработанные деньги, то вы бы, в принципе, за вот этот период времени заработали бы очень приличную сумму. Поэтому если вы, допустим, молодой инвестор, и хотите обеспечить свое существование в старости, если вы хотите заработать на пенсию, то вы можете уже начинать где-то с 28-27 летнего возраста, когда вы получаете постоянную работу, вы можете инвестировать в какие-то вот боевые фонды, и к возрасту есть такие пенсионные фонды, куда вы можете инвестировать, например, IRA-фонды, куда вы инвестируете деньги, которые, скажем, не облагаются налогом, вы их должны держать до 59 лет, и к моменту уже, когда вы готовы выходить на пенсию, у вас скапливается достаточно большая сумма денег, которая освобождена от налогов, из этих денег налог никакой не платили, и забрав эти деньги в возрасте 59 лет, вы, опять же, никакого налога за эти деньги, за полученную сумму, или с полученной суммы, даже с полученного заработка вы не платите. Поэтому это очень хорошая альтернатива для тех людей, кто хочет создать себе какой-то пенсионный фонд. Следующая интересная вещь, я как раз подготовил по ней презентацию небольшую, это у нас, скажем так, ETF. ETF это Exchange Trading Funds, или Exchange Trading Products, ETP. Что это такое? Это, по сути, синтетический финансовый инструмент, который объединяет в себе, либо, например, какие-то акции определенной группы, либо вы можете инвестировать в какую-то страну, например, есть ETF, например, японцы, когда вы инвестируете в японскую экономику, есть ETF, например, аргентинцы, когда вы инвестируете в аргентинскую экономику, то есть вы можете выбрать ETF из числа, там, из тысячи разных ETF, которые объединяют разные группы. Вот, например, наиболее такие интересные ETF, которые рекомендуются, вот, 5 Top Dividend ETFs. То есть мы выбираем ETF, которые нам платят дивиденды. Допустим, если мы с вами возьмем такой ETF, как DVI, это iShares Selected Dividend. Давайте вот посмотрим. DVI. Значит, это такой дивиденд, ну, такой ETF, который платит нам относительно небольшой дивиденд, он достаточно дорогой, стоит 96 долларов. Мы видим, что он упал у нас, то есть он ведет себя, в принципе, как обычная акция, то есть в дни, когда рынок поднимается, он поднимается, в дни, когда рынок опускается, ETF опускается, соответственно. То есть, как мы увидели, этот ETF нам платит 3,5% дивиденда. То есть на каждый, скажем, ну, ну, если мы инвестировали, купили одну единицу этого ETFа, то мы от нашей инвестированной суммы, от 96 долларов, что мы инвестируем, например, если мы купили 100 единиц, 9600, то 3,5% будет порядка 300 долларов. Подождите, 9600, это 96 долларов, это 1%, то есть 3% будет у нас порядка 300 долларов, вы получите за год, инвестируя в этот ETF. Если мы посмотрим, как этот ETF движется, то он на самом деле стоит обычно всегда в достаточно таком узком диапазоне, 91-102, он как раз находится сейчас в середине, то есть инвестируя в такой инструмент, вы никогда много не потеряете, никогда много не заработаете. То есть это для таких консервативных инвесторов, которые хотят получить больше, чем платят банки, но, соответственно, если вы инвестируете в такой ETF, то вы должны заплатить налог. От того дивиденда, который вы получили, вы должны заплатить налог, в зависимости от того, в какой там налоговой сетке вы находитесь, в какой группе вы относитесь в соответствии с вашим доходом. Значит, следующий ETF, например, Vanguard High Dividend Yield, то есть это компания Vanguard, у которой есть огромное количество фондов, паевых фондов, вот она, вот один из них, который платит высокие дивиденды. Ну, высокие, это в их понимании 3,1%. Давайте посмотрим VYM. Возможно, он более дешевый. VYM. Он стоит 84 доллара, примерно показывает ту же самую динамику, что и предыдущие фонды, тоже нам платят 3% годовых. То есть, интересно это вам или неинтересно, ну, на самом деле, для меня это не совсем интересно, поскольку для меня 3% это не покроет тех моих запросов, которые я предъявляю к своим инвестициям, и, соответственно, это не покрывает даже инфляции. То есть, это такой консервативный способ, чтобы заработать больше, чем вам платит банковский депозит. Давайте теперь посмотрим некоторые другие. Вот, как я уже сказал, есть у нас ETF-ы в разных группах индустрии. Да, вот, допустим, одна из них это Utilities. То есть, Utilities это те компании, которые занимаются поставкой услуг электричества, водоснабжения, газа для населения. То есть, эти компании, по большому счету, Utilities, они, ну, деньги коллекционируют весьма легко, потому что, если люди не платят, так просто отключают тут данные услуги, и, соответственно, ну, как бы, они ведут себя достаточно неплохо. И вот сейчас, в те моменты, когда рынок у нас падал, Utilities компании поднимались. То есть, Utilities компании, это в то время, когда рынок начинает падать, это ваши альтернативы инвестициям в акции, поскольку вы можете в них получить и движение какое-то наверх в Utilities компаниях, и, соответственно, получить еще какие-то дивиденды. Потому что Utilities компании, как правило, чтобы заинтересовать инвестора, платят неплохие дивиденды. Вот давайте возьмем и посмотрим какой-то из ETF-ов. Например, первый XLU. Это Utilities Select Sector Spider Fund. XLU. Значит, посмотрим, а показывает ли он лучшую динамику, чем предыдущие два ETF-а. Значит, XLU. Вот он стоит 56 долларов. Он, в отличие от предыдущих двух, поднялся на 2 цента. И мы смотрим. То есть, смотрите, вот этот ETF у нас платит 3,38% дивиденда. То есть, платит чуть больше, чем предыдущие ETF-ы, которые, главным образом, были не на конкретный сектор, а на рынок в целом направлены. Значит, мы смотрим, что наш вот этот ETF находится на уровне 56 долларов. То есть, он находится в своем хае. То есть, находится на своем годовом топе. То есть, и нам он покажет, что year-to-day return, то есть, у нас он возвратил за год этот ETF, 4,5-4,6% он возвратил от движения акций. Допустим, если бы мы купили от движения ETF-а, то есть, мы бы купили по 47, и он поднялся до 56 или, возможно, чуть выше. То есть, цена была, наверное, это был минимум, где-то открылась. Допустим, если мы за год возьмем, например, за один год, мы посмотрим. То есть, за один год у нас он поднялся на 4%, в соответствии с этим, на 4%. Плюс мы получили от дивиденда 3,38. То есть, мы суммарно получили порядка 8% от инвестиций в этот финансовый инструмент. То есть, я думаю, такая инвестиция более интересна, чем инвестиция в предыдущие ETF-ы, которые мы с вами посмотрели. Допустим, если мы с вами возьмем, к примеру, другой какой-то, возьмем, давайте, JXI, посмотрим. Наверное, динамика будет та же самая. JXI. Плюс 21 цент он у нас был. 3,41%. За год поднялся на 1,18%. Суммарно 4,5% мы получили. То есть, получили меньше, чем в предыдущем примере. Поэтому, в принципе, первый пример, он более актуален. Но, значит, опять же, если, допустим, в этом году тот ETF показал более позитивную динамику, это не значит, что в следующем году она повторится. Поэтому, вот это вам такие примеры инвестиций в ETF-ы. Значит, и, соответственно, следующий шаг уже это инвестиции в стабильные американские компании, которые нам тоже платят дивиденды. Примером этому может служить, например, компания AT&T. Телефонная компания, одна из старейших, одна из крупнейших, которая предоставляет услуги телефонной, мобильной связи. Также она хочет войти в рынок телевидения. Телевидение, оно тоже предоставляет услуги кабельного телевидения. Если мы возьмем акции компании AT&T, то они за год упали. То есть, купив ее сейчас, эту акцию вы как раз покупаете в самом низком ренче. И исторически вот эта акция в момент даже кризиса 2008-2009 годов не падала ниже 25 долларов. И мы видим, что акции этой компании платят нам дивиденды. Эта же акция, это не ETF. Они наплатят 6,8% дивиденда. То есть, инвестируя, купив, например, 100 акций вот этой компании, заплатив за нее 3073 доллара, мы получим в конце года 200 долларов от инвестиций в эту акцию или 6,8% дивиденда. То есть, что бы ни произошло, эти компании будут дивиденды платить. Дивиденды, как правило, платятся раз в квартал, раз в три месяца в размере от четверти общего дивиденда. Если дивиденд общий 2 доллара, то раз в три месяца мы получаем 50 долларов на каждые 100 акций, что у нас есть. Значит, вот это такие наиболее простые способы начать инвестирование для начинающих инвесторов. Но, опять же, для этого нужно открыть брокерский счет. Либо это какая-то компания, как я уже неоднократно рекомендовал, Interactive Brokers, либо это компания Ameritrade, либо это E-Trade. И, соответственно, открыв счет в этих компаниях, вы можете кликнуть на их продукты, и вам будут предложены и разные mutual фонды, и TF, и, ну, соответственно, акции. Вы сами можете по-любому любую выбрать, которую вы хотите купить. И, соответственно, так вы можете сделать первые шаги в инвестициях. И я вас уверяю, что эти шаги будут прибыльными. Вы много не заработаете, но вы никогда не потеряете. Поэтому основной залог успеха, как вот это, тише едешь, дальше будешь. Так всегда действовал Ворон Баффетт, так всегда начинали умные инвесторы. То есть никогда не нужно торопиться, никогда не нужно стремиться зарабатывать огромные деньги. Поэтому нужно всегда быть консервативным и реалистичным. Это все, что я хотел рассказать во время сегодняшнего видео. Я думаю, это будет интересно. Следите за моими, было интересно, я думаю, следите за моими дальнейшими постами. В них я постараюсь вам рассказать о дальнейших шагах, которые вы можете предпринять в инвестициях. И которые мы пойдем от простого к сложному. Всего хорошего. До свидания.